Следующая новость из Ахтау. Власти Мангастауской области намерены перевести весь коммунальный транспорт на газ. Об этом сегодня заявил глава региона. Причем, по словам Нурлана Ногаева, со временем на голубое топливо переведут и частников. С чем это связано, узнал Бахтияр Даркеев. Масштабную программу по обновлению общественного транспорта утвердили власти Мангастауской области. По ней руководство региона закупает 140 современных автобусов стоимостью 1,3 млрд тенге. Первые 30 уже прибыли. До конца года ждут еще 80 машин. Таким образом, в области решится вопрос устаревшим автопаркам пассажирских перевозок. А еще новенький транспорт будет передвигаться на метане. На автобусах установлена газовая аппаратура. Так власти решают проблему с загрязнением окружающей среды. Кстати, одно из основных в регионе. Она доступна в серию метан. В этих целях у нас сейчас построен пока один, одна газозаправочная станция. Но имеется договоренность с предпринимателем, что мы будем дополнительно ставить газозаправочные станции на других участках. И считаем, что мы движемся в правильном направлении. Оборудовать газовыми установками планируется и уже имеющийся коммунальный автопарк региона. Причем, несмотря на дороговизну проекта, власти подсчитали, что в последующем он окупится в разы. А еще приоритет у руководства региона – развитие туризма. На сегодня область уже посетила свыше 180 путешественников, 16 тысяч из которых граждане других государств. Нами проводятся работы по обучению гидов к этому бизнесу, создание необходимых условий, инфраструктуры, строительства визит-центров. Чтобы мы намерены создать такие условия, чтобы было привлекательно для туристов. И человек, единожды приехавший в Мангистал, или сам приехал, или агитировал, чтобы посетить Мангистал. Придать скорость планируется и в плане обеспечения населения школьными местами. На сегодня в регионе есть 15 учебных заведений с трехсменным образованием. Так вот, до 2025 года в регионе построят 21 образовательный объект. С учетом прироста населения, утверждают в Акимате, этого должно хватить для решения наболевшей проблемы. Бахтия Даркеев, Рамбек Бекужаев, Жебек Жалы. Субтитры создавал DimaTorzok